Всем привет, друзья! Добро пожаловать в Швецию. Меня зовут Вика, и я вас приветствую всех на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами о том, как устроена шведская школа. Раньше я снимала видео о том, как устроен шведский детский сад, потому что у меня ребенок ходил в детский сад, и мне было чем поделиться, было что вам рассказать. Сейчас в августе, я снимаю это видео в августе 2024 года, и в этом году мой сын идет в нулевой класс шведской школы, поэтому я хочу поделиться с вами тем, как устроена шведская школа, когда дети идут в школу, какие в шведской школе правила. И, кстати, я вам записываю сейчас это видео, находясь тоже на территории шведской школы. Здесь пока не начался еще учебный процесс, а мой муж с ребенком здесь плавают рядом в бассейне, поэтому пока они в бассейне, я вот вам решила записать видео. И, кстати, покажу немного территорию школы. Все школы в Швеции разные, ну плюс-минус, конечно же, отличаются. У нас наша школа, я в конце видео, кстати, добавлю потом видео нашей школы, в которую пойдет мой сын, ну и покажу вам здесь вот в соседнем городе, как выглядит школа, двор, точнее, не сама школа, а двор шведской школы. И также буду, когда рассказывать, я буду вам показывать нашу школу, в которую пойдет мой сын. Школу выбирают задолго до того, как ребенок пойдет туда. И вот мы ходили на день открытых дверей, это было еще зимой, поэтому какие-то фрагменты я вам покажу с того нашего визита в школу, когда мы выбирали в школу, мы... Ладно, давайте все, не буду, я хотела уже дальше продолжать. Начнем по порядку обо всем. И это видео будет полезно для тех, у кого дети идут в школу, или вот на следующий год будут идти, чтобы вы знали, как это все устроено, и как это здесь все работает. Моя тетрадь со мной, чтобы ничего не забыть. Итак, когда идут дети в школу в шведскую, они идут в нулевой класс сначала. Дети идут в школу в тот год, когда, календарный год, когда ребенку исполняется 6 лет. То есть в одном классе будет ребенок, у которого день рождения в январе, например, и ребенок, у которого день рождения в декабре. И одному ребенку 6 лет, но одному ребенку 6 лет уже было как бы на момент, вот в августе, когда дети идут в школу, а второму ребенку еще нет 6. Значит, вот это самое основное правило. Все дети идут в этом возрасте в нулевой класс, не в первый, а именно в нулевой. И нулевой класс — это такой, знаете, микс детского сада и школы, но чтобы дети как-то мягко, плавно адаптировались к учебному процессу. У них еще нет такого, знаете, строгого расписания, где есть предметы. Они больше гуляют, играют в какие-то игры в помещении в школьном. Очень часто они выходят на улицу, они ездят на экскурсии. Но обо всем этом детальнее я уже вам расскажу, когда сын будет этим заниматься и мне будет что показать. Пока что я вам рассказываю только то, что я знаю, что нам рассказывали, то, что я знаю по детям моих знакомых, которые ходят в школу, от людей, которые работают в школе. Так вот, самое главное, когда идет ребенок в школу — в 6 лет, в тот год, когда ему исполняется 6 лет. Следующий момент — это когда начинается школа в Швеции. Когда дети идут на занятия. Это не совсем привычно для тех, кто вырос и рос в странах бывшего Союза. Здесь начинаются занятия в августе, в середине в основном, в середине августа. Это может быть где-то 15 августа. У кого-то раньше, у кого-то позже, но это где-то примерно середина августа. У нас в этом году занятия в школе начнутся 16 августа. Это я вот вам как раз накануне снимаю видео и потом добавлю, и уже вы увидите то, как сын пошел в школу мой. Нам, когда нас собирали, родители собирали на такую организационную лекцию, на собрание организационное, нам сказали, что когда дети ваши придут, это будет очень плавно, очень мягко. Если занятия в школе начинаются в нашей, плюс-минус, где-то так же одинаково, в 8-15, я знаю, в некоторых школах, по-моему, в 8 начинается, ну плюс-минус, вот в нашей школе занятия начинаются в 8-15, то в первый день, это будет пятница, дети придут просто на 2 часа в школу, чтобы познакомиться с будущими одноклассниками, с учителями, им покажут, расскажут, как устроена школа, их здание, их класс, что они будут делать, познакомятся с распорядком дня, и нам сказали, что первый день, это будет всего 2 часа, потом у детей будут выходные, и потом в понедельник и вторник дети приходят на 9 в школу. Вот в буклете, который нам выдали, так это и было написано, это такой мягкий, плавный старт, чтобы дети не стрессовали, здесь в Швеции все всегда говорят, ingen stress, без стресса, чтобы все было спокойно. Вот, дети придут на 9 часов, до часу дня тоже уже как бы будут уроки в школе, но это будет очень так плавно и мягко, и уже со среды начнется основной такой учебный процесс, когда дети будут приходить на 8-15, то есть они 3 дня въезжают в это все, очень плавно и мягко. Еще забыла уточнить, еще до того, как дети идут в школу, хотела вам прям с самого начала начать, до того, как дети идут в школу, когда они еще ходят в детский сад в Швеции, в январе того года, когда ребенок идет в школу, в январе приходят всем родителям такие и электронные письма, и бумажные письма, даже почтовый ящик приходят о том, что в январе, в месяце в январе вы должны сделать свой выбор и подать заявку на место в той или иной школе, какую вы выбираете. Выбрать можно несколько школ, я в этот раз выбирала всего 2 школы, потому что мы как раз в тот период меняли место жительства, и одна школа была ближе к старой нашей квартире, а другая школа уже ближе к новому жилью. И поэтому я подавала эти 2 школы, не знала, возьмут ли нас в новую школу, которая ближе вот сейчас нам, но она по отзывам, я посмотрела рейтинги, очень хорошая, и мы подали вот в нее, ее первую поставили. Ну и в итоге, забегая наперед, скажу, что нам дали место вот в этой хорошей новой школе, куда мы и хотели, ближе к нашему дому. Так вот, в январе приходит, приходит это вот напоминание, что вы должны подать заявку, но я знаю, что многие, кстати, мы тоже так делали, очень многие ставят детей в очередь на школу, если это очень хорошая школа, еще с момента, ну не с самого прямо рождения, ну где-то там с года 2, с года 2 мы ставили тоже ребенка в школу, в английскую школу, но потом я передумала, и мы убрали заявку оттуда. Вот, поэтому если вы подавали заявку очень давно, и у вас хорошая школа, вы уверены, что там будет комфортно, то тогда вот вы просто подтверждаете эту заявку, еще раз пишете, вносите, вернее, эту школу. Но если у вас была такая история, вот у нас такая же была, что мы не подавали больше никуда заявок, и мы просто вот в этот период, в январе, подали заявку в две школы, так тоже можно, если вы вот, ну не смогли определиться, не успели по каким-то причинам, то вы в январе спокойно подаете эту заявку, и уже ждете, они сразу пишут, что мы дадим ответ в феврале, так жарко, солнце так перепекает, что мы дадим ответ в феврале, и поэтому вы ждете, когда вам уже пришлют ответ, куда был принят ваш ребенок. И еще один такой важный момент, потом в апреле, мне кажется, это стандартная процедура по всей Швеции, когда дети идут в школу, вот я его пропустила этот момент, но говорю вам здесь, возможно, вам поможет это видео. В апреле приходит заявка на продленку, и нужно подать вот эту вот заявку для того, чтобы у ребенка было место в продленке, если вам это нужно, и если вы хотите, чтобы он с определенного числа начал ходить в продленку, то нужно это заявление было подавать в апреле. Я этот момент как-то упустила и пропустила, потому что в апреле же приходит еще одно напоминание, что если ребенок из, ну не швед, скажем так, то он имеет право на изучение родного языка, любой родной язык, на каком ребенок разговаривает, то он имеет право на изучение этого языка. И нужно было тоже подавать заявку. И я вот как-то так пропустила. Я подала заявку на родной язык, он называется Modash Mall, а на продленку я не подала заявление. И когда уже проводили собрание в школе летом, я сказала, что мы пропустили этот момент, и нам сказали, ничего страшного, вы можете подать эту заявку в коммуну, но мы не гарантируем, что место в продленке будет с того числа, на которое вы рассчитываете. То есть я подала заявку на 26 августа, к примеру, на продленку, и я пока не уверена, будет ли у меня место. Оно, возможно, будет, но немножечко попозже. Так что вот этот момент, который нужно держать в голове и не пропустить, что в январе вы подаете, ну вы там точно не пропустите, если ребенок идет в школу, в январе вы подаете заявку на место в школе, а в апреле на изучение родного языка и на продленку. И еще, чтобы я не упустила, важный момент, еще в январе, когда вы подаете заявление, школы проводят дни открытых дверей. Разные школы в разные даты, вы должны будете смотреть, выбрать вашу школу, и на сайте коммуны, скорее всего, будут даты, когда школа проводит дни открытых дверей. Вот мы как раз попали на дни открытых дверей в нашу школу в будущую. Я вот вам немного здесь буду показывать по экрану, как выглядит наша школа, какой мы ее увидели в первый раз и понимали, что там, скорее всего, будет учиться мой сын. Я просто очень хотела, чтобы он попал в эту школу. Ну вот нам повезло, и мы с первого раза попали в эту школу. Поэтому показываю вам, видите, классов как таковых нет. Есть какие-то такие больше игровые зоны, есть зона, где дети будут принимать пищу, они с собой будут брать ланчбоксы, но и одноразовое, по-моему, в школе будет питание. Я вам во второй части в любом случае уже более подробно расскажу и прикреплю меню, какое будет. Но сейчас вот пока просто знакомство со школой и с вот этим всем процессом обучения в школе в Швеции. Так что вот зимой мы сходили, познакомились с учителями, которые будут в классе у моего сына и в параллельном классе. Потому что у нас в школе устроено так, что вот это здание, где мы были, оно деревянное, школа старое, само здание точнее. И уже с первого класса дети пойдут в другое здание, а эта школа просто для детей, которые ходят в нулевой класс. Поэтому у нас там все так будет очень мило, уютно, спокойно, камерно. И вот в двух классах мы познакомились с учителями одного класса и другого класса. Очень хорошие, приятные учителя, познакомились с ректором школы. Так что знакомство прошло отлично, я считаю. Сыну понравилось, там было много разных игрушек, которых нет в детском саду, которых не было. Но он сказал, что да, я хочу пойти в эту школу, я хочу туда. Там есть такой конструктор, так что вроде как все были довольны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь дальше, теперь уже подходим к тому моменту, вот к настоящему времени. И еще до того, как я буду больше рассказывать уже о нулевом классе, хочу вам еще рассказать. И напишу здесь где-нибудь по экрану, чтобы наглядно тоже было видно, как устроена система шведской школы. Она немножечко отличается от нашей привычной, ну, те, кто учился в то время, как и я, примерно поймут. Значит, что здесь, как устроена система? С нулевого, начиная с нулевого по третий класс, здесь считается это начальная школа. Ну, это начальная в нашем понимании, здесь как бы нет такой градации, просто с нулевого по третий класс начальная школа. С четвертого по шестой класс это средняя школа, и с седьмого по девятый класс это старшая школа. Но она немного отличается от того понятия старшая школа, в которое вкладываем мы, выходцы из стран Союза бывшего. Потому что здесь после девятого класса все дети идут, ну, как будто бы в десятый, по-нашему, там, десятый, одиннадцатый класс, двенадцатый у кого есть. Но дети здесь идут в колледж. Вот, поэтому в девятый класс идут все дети в школу, и вот физически, допустим, вот как здесь, да, здание школы, и дети заканчивают девятый класс, а дальше они все идут в колледж. И поэтому в Швеции с нулевого по девятый класс это считается средняя школа, а дальше у них называется это гимназия. Вот, у нас как бы это еще была бы старшая школа, но здесь вот гимназия. И в гимназию нужно поступать уже отдельно, это как просто уже отдельно стоящее учебное заведение, то есть здесь уже все серьезно, нужно сдавать вступительные экзамены, вот, и поступать уже в гимназию. Но до этого момента, я надеюсь, мы доберемся через несколько лет, и тогда, возможно, если у меня будет канал, я об этом расскажу. Но не уверена, посмотрим, ладно, жизнь покажет. Так, я вам сказала, что дальше уроки начинаются в 8.15 в нашей школе и заканчиваются в час дня. И с часу до пяти у детей продленка, группа продленного дня, там уже свои воспитатели, и там, ну, как продленка. Дети просто занимаются своими делами, возможно, что-то они делают, то, чего они не успели сделать на протяжении дня. Домашние задания здесь не задают, и, по-моему, их не задают, не по-моему, вернее, а всю начальную школу домашние задания не задают, а домашку начинают задавать где-то с шестого, по-моему, класса, сейчас, если я писала. Да, до шестого класса, вернее, нет оценок, вот, и домашних заданий, ну, в начальной школе тоже, как таковых, нет, а оценки уже пойдут с шестого класса. То есть до этого времени детям не ставят оценки, чтобы не вызывать какие-то комплексы, не... В Швеции же вообще не любят говорить о том, что кто-то лучше, ты лучше, ты там, хуже, как это было у нас, и я считаю это правильно, потому что все дети разные, у всех способности разные, и возможности разные к обучению. Поэтому, если у ребенка что-то не получается, скорее всего, с ним просто, возможно, больше будут ему рассказывать, объяснять, возможно, попросят помощь родителей, но сначала будут сами больше с ним общаться, больше рассказывать, показывать, как это устроено, пока ребенок не поймет. Дальше у меня тут записана финансовая сторона вопрос. Сама школа бесплатная, продленка, вот, продленка уже платная, и здесь все зависит от дохода родителей, одного родителя, если один работает, или двух родителей, так же, как и в детском саду у нас было, вот, там как-то это все просчитывается, но это где-то выходит в пределах 100 евро. Ну, плюс-минус, конечно, у каждого разный доход, но где-то так. С посещением в шведской школе дела обстоят очень строго. Мне говорили, что в нулевом классе еще, возможно, не так строго, хотя, я не знаю, не уверена, но мы настраиваемся на серьезную такую школу. Что я имею в виду? Что просто так детей нельзя забрать из школы и там сказать, мы заболели, и уехать куда-то отдыхать, как это, в принципе, можно было сделать в наших, ну, в бывших школах, где мы учились. Вот, здесь очень строго это все, потому что здесь ведется учет, и уже в конце, когда ребенок закончит школу, тогда, когда он будет поступать, вот это все выплывет, вся эта история с посещением. И если он много пропускал, то это будет не очень хорошо, потому что там все суммируется, и вступительный балл, и как раз считается вот это посещение. Вот, поэтому здесь есть каникулы, и на каникулах, пожалуйста, конечно, можно с детьми уезжать, куда родители захотят, а просто так вот взять и уехать среди учебного процесса нет, потому что таким образом, считают шведы, вы нарушаете права ребенка на обучение. Вот, поэтому я в детском саду, когда сын был, я могла просто написать в приложении, мы отмечали, что он там сегодня не придет, завтра не придет, и я просто могла с ним поехать, например, мы любили ездить в Стокгольм, куда-нибудь в музей, это было окей, никто ничего не спрашивал, все нормально, то в школе уже так не получится, в школе уже есть учебный процесс, и это все серьезно. Возможно, невозможно, а скорее всего, есть какое-то количество дней, насколько я знаю, это 10 дней, но, по-моему, в каждой школе это может, ну, плюс-минус, немножечко там отличаться, но, насколько я слышала, это 10 дней, когда можно взять ребенка из школы, но это тоже нужно приходить к ректору, объяснять причину, по которой вы забираете ребенка, ну, в общем, это такое серьезное дело, и если нет такой острой необходимости, то лучше этого не делать. Здесь еще также серьезно относятся к опозданиям, поэтому, если вот у вас с пунктуальностью проблемы, то, пожалуйста, настраивайтесь на то, что в школу ребенок должен приходить вовремя, потому что это точно так же будет влиять потом на, вернее, учитываться в посещаемость, потому что если ребенок опоздал там, ну, не знаю, на 15-20 минут, на полчаса, то его примут в школу, но его отметят, как его не было. Насколько вот я знаю, по своим знакомым проверим, ну, посмотрим, как у нас, вернее, будет в школе, но я не рассчитываю приводить сына с опозданием, потому что у меня с пунктуальностью вроде все окей, поэтому я думаю, что у нас все будет хорошо, но вообще опаздывать нельзя, и сразу нам еще вот на этом собрании организационном сказали родители, пожалуйста, будьте бдительны, вставайте раньше, готовьте детей раньше, но с опозданиями все здесь серьезно. Еще какие правила в школу нельзя приносить с собой? Сладости и орехи, потому что на орехи у многих детей может быть аллергия, сладости, ну, по понятным причинам, еще детского сада здесь нельзя давать никакие вот в виде перекуса, никакие ни батончики, ни шоколад, ни вафли, ни печенье, ничего такого нельзя давать. Можно давать из сладкого, насколько я поняла, можно давать финики, ну, если это там один-два финика, я думаю, что можно будет дать, ну, то есть фрукты, овощи и какой-то бутерброд, вот такое можно давать, потому что нам сказали, да, если дети ваши, вы знаете, там, как они едят, если они будут голодны, то, конечно, ланчбокс давать можно обязательно, а все остальное, соки, там, такое нет, такое нельзя. Когда мы приходили летом, это было такое родительское организационное собрание, тогда мы посмотрели, как выглядит класс, чем дети будут заниматься, и должна вам сказать, что то, что нам рассказывали учителя, это было настолько интересно, что я, честно говоря, где-то даже позавидовала своему ребенку, что у него должно быть очень интересное время в школе, потому что много разных видов деятельности будет, у них есть такой интересный момент, нам учитель говорила о том, что вы знаете, что в первом, в нулевом в этом классе многие дети у нас оставляют свои зубы, и у них там есть какой-то специальный персонаж, я забыла сейчас, как он называется, который держит на ниточке какое-то тоже приспособление, куда будут дети вешать бусинку, у кого выпал зуб, и вот в конце года преподаватель, учитель говорит, что у нас собирается такая вот ниточка, и приличное количество зубов, что-то она говорила, в этом году, по-моему, 66 зубов в общей сложности в классе выпало у детей, вот, поэтому такие вот интересные вещи, потом, если, вот я сейчас по экрану буду показывать, обратите внимание на стульях, у них такие шарики, теннисные шарики разрезаны, это для того, чтобы дети же все время стулья эти отодвигают, передвигают, чтобы не было вот этого шума, который был у нас, я вспоминаю, когда я училась, постоянно этот шум был здесь, вот заботятся даже о таких вещах, чтобы дети не отвлекали друг друга, если кто-то чем-то занят, и еще нам говорили о том, что дети будут поделены вот в рамках одного класса, у нас, кстати, в классе 20 с чем-то человек, сейчас не помню, в общем, 20 с чем-то, до 30 точно, и они будут делиться еще на такие микрогруппы, и каждая микрогруппа будет заниматься своим видом деятельности, кто-то будет работать с планшетами, планшеты здесь, кстати, как всю канцелярию выдают, здесь школа абсолютно все выдает, начиная от карандаша и заканчивая до рабочей тетради, кстати, вот тоже вам показываю здесь, как выглядит рабочая тетрадь в нулевом классе, и нам нужно что принести, нам только ланчбокс, по сути, нужно купить, и вот мы купили сыну новый рюкзак, и все, остальное все школа выдаст, и, значит, вот дети будут работать в микрогруппах, будут заниматься каждой своим видом деятельности, потом меняться, потом как-то они будут все это вместе обсуждать, ну, в общем, довольно интересно это все выглядит, я думаю, что сыну должно понравиться, во всяком случае, я на это очень рассчитываю, это все, наверное, о чем я вам хотела рассказать на данном этапе, в моей первой части видео о школе, если у вас есть вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментариях под этим видео, и я буду учитывать уже, когда буду снимать вторую часть видео, возможно, сниму ее через полгода, возможно, в конце года, не знаю, посмотрим, посмотрю, во-первых, сколько будет вопросов от вас, если будет их достаточно, то сниму быстрее, когда уже сын какое-то время будет учиться, когда мы уже посмотрим, как выглядит этот учебный процесс, и когда уже я смогу поделиться какими-то отзывами, тогда сниму следующую часть видео, но в любом случае, вторая часть точно будет рано или поздно, так что благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, я надеюсь, вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, конечно же, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, мне всегда приятно читать, если это грамотные комментарии и уважительные, и всегда прошу вас делать с уважением, писать комментарии, вот, я на такие комментарии всегда отвечаю, все, увидимся с вами в следующем моем видео, я, кстати, уже не буду говорить, что увидимся через неделю, потому что, как вы заметили, если вы постоянный мой зритель, то у меня не получается сейчас снимать каждую неделю, потому что у меня появились определенные обстоятельства, которые немножечко тормозят процесс съемки, вот, поэтому я думаю, что расскажу об этом попозже, поэтому мои видео выходят по воскресеньям, но, скорее всего, они будут выходить не каждое воскресенье, уж простите, но я буду стараться не оставлять этот канал, все, увидимся теперь в моем следующем видео, па-па! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok